Лето, в этот час, когда вязковцы могут довольно неудренно заработать. Причем, разума не только о работе на сельско-господарших палетках, а на скринец стабильных додатковых доходов, дары лесу. У нарыктовщих пунктах килограмм лисичек сегодня принимают по 5 рублей. Когда ведать место, то за день можно насбирать 7-8 килограммов. Правда, такими объемами, звичайно, могут похвалиться, бадают только активные пенсионеры. У людей, процоздольных взрослых, сейчас находжение в лесе, обмежеванный раскладом працовного дня. Миколай Змушко, работник Горбовицкого сельского дома культуры. У этой установки працовный день начинается о 12 годин. До 11 атака в лесу, с утром с 4 до 11, и мне хватает вполне 4 килограмма 5. И еще больше значная дохода у избиральников ягод. За 3 шарницы в Калинкельском райиспожилтоваристве сегодня готовы заплатить по 5 рублей за килограмм. За день можно заработать до 5,10 рублей. И 5 килограмм, и 3 килограмма разные объемы бывают. Смотря кто, как бабка старенькая, так она и мало принесет. А как здоровые люди, семьями привозят, то и 3-4 ведра. По великим рахунку, сбор ягод для кооператору больше выгодной, чем нарктовка грибов, заховывать опошь не тяжко, а для перепроцовки необходимы достатково значные объемы. И еще справа чарницы. Навод с уликом того, что по причине несприяльного надвора, все летых меньше, чем летость, у все ровно хопая, как поставить на внутренний рынок и отгрузить на экспорт. Бадай, самое холодное потребование – радоцинная безпека. По информации областного центра гигиены, эпидемиологии и громадского здоровья, все это нормативам не отповедало. Больше треть проверенных грибов и свыше 20% ягод. Причем у некоторых выпадках дозы перевышали допущальные до 8 разов. Правда, непосредственно у Калинкельском районе перевышение покой не регистровались, что можно расплумачить утымнику и жесткими потребованиями до нарктованного. Навод минимально забруженное даре лесу кооператоры не примут ни в якем разе. В принципе, за столько лет люди уже сами знают, в каких местах какая черника. Они идут именно в места проверенные, где брали раньше. Поэтому всегда хорошие. Олег Сентюров, Валерий Гопанько, телерадио-компания «Гомель», Калинкельский район.